Аврора Освоить его может каждый новичок, но у него есть масса нюансов, которые стоит учитывать при игре. Если же их принять во внимание, то браво, вы великолепны! Плюсы и минусы героя Плюсы Низкая стоимость заклинаний. Сей плюс позволяет нам кастовать наш главный скилл уже на первых минутах множество раз. Разумеется, не по КД, ведь наша цель не забросать противника снарядами, а попадать, наносить урон, замораживать и убивать. Или же убегать. Отличный контроль. Стан плюс замерзло. По мне это главный плюс Авроры. Благодаря своему пассивному навыку можно совершать убийство на любой стадии игры. Также замедление поможет или убежать от врага, или наоборот позволить команде догнать оппонента, дабы получить фраг. Небольшой КД первого скилла. Первый скилл наш основной навык. На нем делается упор. На протяжении всей игры он не теряет своей полезности, и его можно использовать различными способами. Возможно держать линию соло на ранней стадии игры. Порой получается так, что вам приходится идти на линию с какими-нибудь убийцами Наташи, Фанни или другие. Которые бегают по всей карте, убивая врагов и формясь. Аврора способна удерживать линию в одиночку, чем может похвастаться далеко не каждый маг. Нет нужды в синем бафе Далейта. Аврора не особо зависима от маны, но бывает в случае, когда и она заканчивается. Этот герой, которому синий баф, необходим в последнюю очередь. Лучше уступить его вашему АДК или убийце. Минусы героя. Низкая скорость передвижения. Как и любой маг, Аврора не обладает большой скоростью передвижения. Низкая мобильность делает ее легкой мишенью, если же вы не наблюдательны или зашли слишком далеко в одиночку. Просто так убегать ею сложно. Отсутствие эскейпа. Упоку слишком мобильных магов, которые обладают каким-либо эскейпом. Циклоп с его ускорением, Кагура, Алиса. Аврора не является способной убежать из тимфайта, если атаки нагрянут на нее. Поэтому действовать нужно очень осторожно. Отсутствие хп. Как и все маги, Аврора обладает маленьким хп-пулом, что делает ее особенно уязвимой. Но данный недостаток легко устранить при помощи одного-двух предметов в игре. Роль персонажа в игре. Аврора – это маг, который наносит огромный урон, а также обладает хорошим контролем, что позволяет нам не только спокойно стоять на линии, но и ходить по соседнему изменению с целью ганга. Разумеется, при накопленном заряде пассивного навыка. Дополнительный навык. В качестве дополнительного навыка предпочтительнее всего брать Аврорей скачок, так как он позволяет убежать из щепетильной ситуации, как тому в опасности, или же наоборот сократить дистанцию между убегающими оппонентами, дабы добить их. Также не исключен вариант инициации тимфайта посредством скачка. Хотя если во вражеской команде имеется много контроля, то можно взять очищение. Эмблемы. Что касается эмблем, то исключительно магические. Они нам дают нехилую прибавку к магической силе, здоровью, чего нам особо не хватает, а также перезарядка навыков и при накминовении. Навыки. Пассивное умение. Гордость. Льда. За счет данного умения Аврора и обрела свою популярность. После использования любых способностей в количестве четырех раз, накапливается заряд, который позволяет заморозить врага, или нескольких, при использовании следующей способности. Часто игроки на Авроре не дорожат станом и разбрасываются в крипов. Да, это ваше право, что делать и порой стан нужен, дабы отбить огромную пачку крипов от вышки. Но лучше поберечь этот навык на инициацию атаки, или же побег спасения тиммейтов. Также стоит отметить, что враги опасаются Аврору с полным зарядом. В таком случае оставляйте один заряд незаполненным, и когда враги потеряют бдительность, быстро активируйте его первым скиллом и используйте заморозку. Первое умение. Ледяной удар. Как уже выше было сказано, это наш основной навык. Аврора выпускает вперед снаряд льда, который взрывается с небольшим АОЕ при попадании. Главным плюсом этого навыка является его дальность, ну и разумеется низкий КД и стоимость. Хоть ее и увеличили в последних обновлениях, особо это не сказывается. Кубе с этими плюсами идет еще одна небольшая плюшка – замедление передвижения противника. Дистанция навыка немного больше, нежно указана на индикаторе. Стоит отметить, если вы запомните дальность полета, то можете определять наличие врагов в кустах. Ведь при столкновении происходит анимация взрыва, что тоже очень полезно и позволяет избежать лишней смерти. Навык можно использовать различными способами – добивать крипов на линии, хорасить врагов, замедлять их при побеге. Также, если вы находитесь в кустах и видите, как противник бьет листного крипа, можно выждать момент, прицелиться и украсть заветное золото с опытом прямо из-под носа врага. Второе умение – горький холод. Наш второй навык используется исключительно на одну цель – гарантированный стан под полным зарядом. Стоимость маны у него выше, как и КД, но это не уменьшает его полезности. Этим навыком можно замораживать единицыные цели, которые убегают или атакуют. Каст этой способности быстрее, нежели первой. Да и урон наносится больший, нежели от первого скилла. Но ввиду кулдауна эта способность не является приоритетной. Также еще один бонус – замедление скорости передвижения на 80% на 1,5 секунды. Третье умение – холодное разрушение. Безосякого сомнения, ультимейт Аврора – это лучшее, что есть у нее в арсенале. Она призывает гигантскую скалу, которая наносит магический урон и замедляет врагов. Те, кто находится рядом с зоной действия способности, получат меньший урон, но замедление будет таким же. В тимфайтах и тимнавках можно иницировать сражения, заморочив как можно больше противников. Далее дело за командой. Также этим скиллом можно останавливать врагов, которые хотят добить ваших потрепанных борцов и танков. Разумеется, его использование более выгодно при накопленном заряде пассивного умения. Но и у ультимета есть один недостаток. Имеет очень долгую анимацию каста, что позволяет врагам убежать от заморозки. Теперь хотелось бы рассказать о том, что знают многие, но не все. Когда вы замораживаете врага за счет пассивного навыка, урон от ваших же способностей по нему будет увеличен. Учитывая все их факты, самая простая комбинация убийства одиночной цели, второй навык замораживаете его, первый харассите снарядом, третий, это уже используется, чтобы цель к вам не подавалась и не убежала. К этому моменту уже успеет откатиться первый навык, который вы запилкаете еще раз. На линии удобно использовать комбинацию первый навык-второй навык. Сначала замораживаете врагов, а также можно и крипов, пользы больше. Подходите, сокращая дистанцию и наносите урон вторым скиллом. В глобальных тимфайтах сначала используете третий скилл, затем первый и добиваете вторым того, у кого будет меньше всего АХП. Если сможете подобраться к нему, разумеется. Авророй не рекомендуется играть на автонаведении. За счет ее способностей вы должны всегда целиться собственноручно в противников. Поверьте, это принесет куда больше пользы, нежели использование способности одним нажатием. Этот аспект становится приоритетным в использовании мультимейта, который нужно спускать точно в цель, дабы заморозить как можно больше врагов. Сборка. Вам будет предложено несколько вариантов. Какой выбирать, решать исключительно вам. Начинать игру нужно всегда с двух камней на реген маны. Первый предмет – часы судьбы. Главным плюсом данного предмета является восполнение маны и ХП на ранней стадии игры, когда вы собираете одну из составляющих. Далее предмет дает прибавку к магической силе, ХП и мане. Второй предмет – сапоги заклинателя. Они нам дают магическое проникновение, которое нужно любому магу. Третий предмет – охранная реликвия. Увеличивает магический урон после первого попадания. Эффект длится 3 секунды, перезарядка в 10 секунд. Также идет прибавка к магической силе. Четвертый предмет – слезы дьявола. Данный предмет крайне необходим, если Аврора хочет наносить как можно больше урона с прокаста в целом. С учет пассивного навыка это умение, магическое проникновение повышается, и эффективность от способности соответственно тоже. Пятый предмет – жезл катастрофы. Жезл очень и очень актуален, но предпочитительно его использовать по максимуму. Помимо сопротивления магии, а когда в команде противников Карина или несколько магов это очень полезно, вы уменьшаете магическую защиту противника на 25 очков на 5 секунд. Большие цифры, которые приносят немаленькую пользу. Шестой предмет – кровавые крылья. Данный предмет все привыкли собирать на магов последним, так как он дает огромную прибавку к ХП и куманической силе. Но можно предложить другой вариант сборки. Зачарованный талисман. Восстановление маны, перезарядка навыков, дабы харасить скейлами по ГД. Часы судьбы, сапоги заклинателя, охранная реликвия, слезы дьявола, кровавые крылья. Если же игра затянулась на продолжительное время, то можно использовать такой расклад. Часы судьбы, сапоги заклинателя, охранная реликвия, слезы дьявола, бессмертие, название говорит само за себя, кровавые крылья. Часы судьбы можно заменить на зачарованный талисман, а сапоги заклинателя на сапоги-скороходы. Тут уже кому как нравится. Ну и если в команде противников имеется эстас и некому собрать антихил, то стоит собирать ожерелье за течение, причем третьим предметом, после часов и сапог. Геймплей. Важно понимать и знать, что Аврора это не танк, а встречаются такие кадры, которые не думают иначе. Ваша задача наносить как можно больше урона со спины, чтобы ваш напарник на линии смог подобраться, нанести огромный урон и добить или убить противника. В лейтгейме Аврора должна по-прежнему находиться за спиной своих соратников, чтобы вносить урон, но и не нужно терять бдительность при наличии убийц во вражеской команде, которые могут легко вас выловить. Аврора может спокойно стоять на линии с любым представителем бойцов или танков, но все же выделить те связки, которые считаю наиболее полезными. Минотавр, Тигрил, Гататкача, Акай, Фрейя, Альфа, Чу, Хильда из борцов. Разумеется, можно встать на линию и с каким-нибудь убийцей, который также будет обладать контролем, чтобы мы могли выложить весь свой прокаст не впустую и заработать фраг. Неприятнее всего находиться на линии с теми, кто лечит напарников Варфаэль и Эстас. Также убийцы доставляют немало проблем. Наташа, Сабер, Карина. Ну и куда же без Чу, который может легко закинуть неповоротливую Аврору под вышку при помощи своего ультимейта. Помимо данных персонажей, Аврору неудобно стоять с Тигрилом. Притянет, и фраг готов. Франко, удачных лук и вас нет. Минотавр, ультимейт под яростью. Надеюсь, мой гайд оказался вам полезен хоть на йоту, и вы узнали что-то новое. До встречи на земле правосудия.